Чем сегодня живет молодежь Мозорщины? В каких проектах участвуют? Какие инициативы реализуют? Кто может войти в состав студенческого или волонтерского отряда? В программе «Частный интерес» большой разговор с лидером молодежного движения района Вероникой Павловой. Вероника Игоревна, что сегодня представляет из себя Мозорский районный комитет БРСМ? Что это за организация? Скажу в целом, что БРСМ на сегодняшний день является самой массовой молодежной организацией в нашей стране. Мозорская районная организация – это динамичный развивающий организм, который состоит из 115 первичных организаций общей численностью около 6000 человек. Первичные организации активные. Здесь можно выделить по категориям и учащая молодежь, и студенческая, и работающая молодежь. Если взять учащихся, то здесь можно выделить первичные организации таких школ, как 16-я, 1-я школа, гимназия, лицей, это 7-я, школа 9-я. То есть очень много учреждений образования в нашем районе, которые численность молодежи достаточно хорошая. Также, если взять категорию студенческой молодежи, это, безусловно, наш ВУЗ, Моцельский государственный педагогический университет. И, конечно же, СУЗы не отстают. Можно выделить здесь и музыкальный колледж, и медицинский колледж, и политехнический колледж. То есть здесь численность союзной молодежи составляет хороший процент. Также работающая молодежь – это категория отдельная. Здесь можно выделить такие первичные организации, как Беларусь Капель, МБЗ, это Сользавод, это наши первичные организации сельскохозяйственные. Здесь сельская молодежь не отстает. Это экспериментальная база Криничная, Слободская, это Заря. То есть множество действительно первичных организаций, в которых союзная молодежь оставляет хороший процент, и члены союза молодежи являются активной частью. Какие преимущества сегодня дает молодым людям членский билет БРСМ – это социальная поддержка нашей молодежи. В первую очередь он обозначает и дает право участия в различных мероприятиях, и при этом пользуется таким, скажем так, дополнительной нашей поддержкой. Это мы награждаем наших активистов, мы стараемся их поощрить за их деятельность по всем направлениям Союза молодежи. На нашем молодежном билете здесь представлена, как молодежный билет, это социальная поддержка нашей молодежи. Здесь есть QR-код, по которому ребята могут перейти. Это аутофэкл на взаимодействие и ознакомиться со всеми скидками, которые представляются из молодежи на сегодняшний день молодому человеку. И активисту из молодежи при, скажем так, предъявлении нашего молодежного билета можно воспользоваться этими скидками. Раз уж заговорили о мероприятиях, какие знаковые и интересные проекты БРСМ реализуются в нашем районе? И насколько этот опыт успешен? В нашем районе по всем направлениям деятельности реализуется много проектов. Есть уже брендовые мероприятия, проекты, которые зарекомендовали себя и проходят в нашем районе не первый год. Если взять категорию сельской молодежи, безусловно полюбившийся проект – это «Властелин села». Ежегодно в нашем районе проводятся районные этапы данного проекта. В прошлом году у нас семья участия принимала 10 семей. И семья Тарасовых достойно представила на областном этапе. В 2022 году на Мозыщине проходил областной этап «Властелина села». Здесь победу одержала семья Веракса, которая в дальнейшем представила нас на республике и заняла первое место. По категориям учащихся молодежи здесь, безусловно, такие проекты к пользу популярностью, как «Стой детли Беларуси». Это конкурс молодежных инициатив. Также у нас проходится ежегодно к 15 марта дню конституции вручение паспортов в рамках Всебелорусской акции «Мы граждане Беларуси». И, безусловно, это проект, который стал любимым для всех. Это «Цветы Великой Победы», в рамках которого мы раздаем бутонерки всем с целью показать, что мы помним о героях Великой Честной войны, мы чтим память и гордимся нашим прошлым. И в этом году в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, мы будем реализовывать проект под названием «Перформанс. Герой былых времен». Здесь важно достучаться до всей молодежи и сказать о том, что это те страницы истории, о которых нельзя забывать. Мы должны помнить о героях и передавать последующим поколениям эту память историческую. Современная молодежь, она такая амбициозная, продвинутая, мобильная. Какие формы и методы работы вы используете для того, чтобы ее привлекать? Молодежь очень часто зависает в телефонах, поэтому мы идем много со временем, много с молодежью и проводим очень много мероприятий на интернет-пространстве. Здесь у нас есть отдельное направление деятельности, это работа с молодежью в информационном пространстве. Мы проводим челленджи, фото-челленджи, видеоролики, конкурс видеороликов. И совсем в скором времени мы запустим конкурс для наших юных тиктокеров, потому что эта площадка популярна для нашей молодежи. И мы хотим, чтобы немножечко тикток, то поколение тиктокеров понимали о том, что контент должен быть немножечко связан с гражданско-патриотическим воспитанием. То есть через них немножко достучаться и до этого. Наверное, самый актуальный вопрос этого сезона – работа студотрядов. Кто может быть участником студотряда? Какие предприятия предлагают сегодня работу? И куда обращаться, если молодой человек хочет для дня время подработать? Трудостойство нашей молодежи в рамках студотрядовского движения является одним из главных направлений на Союзе молодежи. Безусловно, это одно из полюбившихся для направлений деятельности, особенно для студенческой молодежи. В прошлом году мы в рамках студенческих отрядов трудоустроили 839 человек. В этом году мы также будем держать планку. Уже на сегодняшний день сформировано, я отработала, 4 студенческих отряда. Общее количество 50 человек. У нас стартовал в феврале месяце промо-проект «Выбираем студотряд», где ребята записываются. Просто отрадно отметить, что в нашем Московском районе представлены все направления студенческих отрядов. Это экологические, педагогические, сервисные, это медицинские отряды, производственные. В пользу я случаю, хотелось бы, конечно, поблагодарить за прошлый год. Это и Сафос-Кабинат «Заря», это экспериментальная база «Криничная», это Слободское, это Козеньки Агро. То есть это те предприятия, которые являются непосредственно принимающими организациями. В этом году мы будем предлагать, безусловно, по всем направлениям студенческих отрядов, также виды работы. Это экологические отряды, это наш Мозырский опытный лесход предоставляет площадку для работы нашим студенческим отрядам. Это сельскохозяйственные предприятия нашего района, это строительные организации, это Полесь и Струй, УМ-58. Также можно будет поработать в Мозырском районе и Голхозе. Безусловно, много принимающих организаций в этом году, которые готовы предложить работу нашим ребятам. Также есть еще один интересный вариант. У нас прорабатывается вопрос о том, что 20 наших ребят, студентов, будут обучаться проводниками и работать в дальнейшем на БелЖД. А насколько активно среди мозырской молодежи продвигается волонтерское движение? На сегодняшний день у нас сформировано 37 волонтерских отрядов, общее количество около 800 волонтеров. Они оказывают помощь, шефскую помощь и нашим ветеранам, и в рамках акции мы выбираем помощь пожилым людям. Также акция популярна в нашем районе, это трудовая акция за дело, это наведение порядка на памятных местах. Безусловно, брендовые акции являются чудеса на Рождество, в школу с добрым сердцем. Наша задача, чтобы каждый волонтер нашел себя в помощи нуждающимся. Это и дети, которые нуждаются, это семьи, которые нуждаются, это, безусловно, помощь и уважение к старшему поколению. Предлагает ли сегодня молодежь Мозырщины инициативу, которую вы готовы поддерживать и развивать? И в целом, легко ли рядовому члену БРСМ быть услышанным руководством районного комитета? Молодежь Мозырщины – это инициативная часть нашего населения, и очень много инициатив поступает в адрес Мозырского районного комитета. Одну из инициатив мы будем реализовывать совсем скоро, будет дан старт проекта «Молодежка.Старта». Инициаторами является, безусловно, наша студенческая молодежь. Это проект, который направлен на популяризацию Союза молодежи, а также рассказать о том, что нужно правильно отдыхать и взаимодействие, коммуникацию развивать в окружении таких же инициативных, активных лидеров нашего района. Также у нас будет реализовываться проект «Про качество». Это больше для наших молодых блогеров, тиктокеров, фотографов. То есть это та тема, которая актуальна для нашей молодежи, только с направлением в нужное русло. У нас есть в районе очень много интересных и фотографов, и видеоблогеров, и людей, которые готовы поделиться опытом с нашим молодежью, для того, чтобы у нашей молодежи формировался в социальных сетях правильный контент, нужный. То есть он был немножко направлен на качество, поэтому и называется «Про качество». С приглашением блогеров, которые будут рассказывать, делиться, проводить мастер-классы для нашей молодежи, которым это интересно. Как лидер молодежного движения нашего района, какую рекомендацию, совет, допустим, вы готовы дать молодым ребятам? Что хочется пожелать нашим молодежи? Это, конечно, безусловно, оставаться инициативными, креативными, не бояться идти вперед. И если даже что-то не получается, то продолжать свою деятельность. Если постучались в одну дверь, она не открывается. Постучитесь в другую, она обязательно откроется. Поэтому в любом случае «Союз молодежи» – это та платформа, которая создана для нашей молодежи, для того, чтобы они раскрывались творчески в инновационной проектной деятельности. То есть мы готовы принять любого человека молодого в нашу дружную семью. Ну а двери Мозырского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи всегда открыты для ярких, инициативных, амбициозных молодых мазырян. С вами была Екатерина Юрченко и программа «Частный интерес». Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok